Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью». Для решения столичных проблем была инициирована программа «Акселератор Нурсултан» – более открытый формат работы Акимата с населением. Что это за программа, кто может стать ее участником и куда необходимо обратиться в случае, если у вас возникли вопросы, нам расскажет координатор программы «Акселератор» Ернар Жаркешев. Ернар, здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, что это за программа «Акселератор»? Кто ее инициировал? Вообще зачем она нужна? Да. Городской «Акселератор» города Нурсултан был инициирован Акимом города Алтасидировичем Кульгиновым. Городской «Акселератор» является новым механизмом совместного анализа, а также совместной выработки решений городских проблем. Здесь, получается, в одну команду собираются представители общественности, лидеры общественного мнения, активных горожан, экспертов в определенных областях, а также, конечно, частные компании совместно с управлениями Акимата, с районами Акимата. Акиматами собираются в одну команду для решения конкретных задач. Наиболее интересным опытом в этом направлении является опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где были успешно внедрены городские, а также и государственные акселераторы. Акселератор от слова «accelerate», то есть «ускорять». Решения должны быть ускорены, проанализированы и внедрены. Общими характеристиками городского акселератора является то, что вовлечение в одну команду всех стейкхолдеров, то есть это не только чиновники решают какие-то проблемы, но туда обязательно вовлекаются сами активные жители и другие общественные объединения, которые имеют отношение к той или иной проблеме. Городской акселератор развития города Нур-Зултан является площадкой, где работа Акимата, формат работы с обращениями граждан, формат работы с населением меняется. Был проведен онлайн голосование среди населения через Facebook, через интернет-ресурсы, где население активно вовлекалось и голосовало из 20, 10 наиболее актуальных проблем, которых нужно решать сейчас. Какие это проблемы? Это проблемы общественного транспорта, проблемы работы органов управления, так называемые КСК, проблемы санитарной очистки, проблемы открытых люков, колодцев, проблемы бродячих животных. То есть очень много проблем, но в связи с ограниченностью бюджета, конечно, нужно было приоритеты ставить. И Аким города Нур-Зултан Алтай Сидирович Кульгинов в рамках пилота, так как городской акселератор, он никогда не применялся в Казахстане. Это новшество, которое именно Акимат города Нур-Зултан впервые внедряет в Казахстане. Соответственно, он решил пропилотировать три темы. Это общественный транспорт, это вопросы работы КСК и санитарной очистки города. Три направления, по которым поступают многочисленные жалобы от горожан. В Казахстане проводится анализ системности этих жалоб. И, конечно же, в целях постоянного вовлечения населения результаты и обсуждения сейчас выводятся не только оффлайн, но и онлайн через специальный сайт nursultansmartaccelerators.com. Любой может зайти, посмотреть. Ну и, конечно, на Фейсбуке мы освещаем работу. Здесь привлекаются ресурсы Smart Astana, это мобильное приложение Акимата города, где, в принципе, сконцентрированы многие ресурсы Акимата, которые, в принципе, мы все, как астанчане, должны пользоваться этим инструментом, очень полезно. Активное население это кто? Как избираются активные, неравнодушные граждане и входят вот в эту группу? Спасибо за вопрос. На самом деле, активные, это, в принципе, люди, которые... Я могу участвовать или нет? Пожалуйста, конечно, можете. Что мне для этого нужно? Вам нужно, во-первых, написать на страничку nursultansmartaccelerators.com, предложить свое решение или несколько решений по этим трем направлениям, если у вас есть конкретные решения. И, конечно, вы должны дать небольшое эссе о том, сказать, почему вы являетесь, скажем так, экспертом в этой области, может быть, даже неофициальным, но в целом вы разбираетесь, вы как бы вовлекаетесь в это направление. Более там 100 заявок поступило по этим направлениям. Мы отобрали где-то 35-40, которых активно горожан, которые вовлекаются, которые занимаются этими вещами в ЖКХ, там, общественном транспорте. И они готовы тратить свое время бесплатно, каждый, там, вторник, среда, четверг, еженедельно приходить и заниматься городским акселератором. То есть говорить свое мнение, представлять общественность, анализировать вместе с Акиматом общие проблемы. Вот смотрите, получается, что решение проблем не должно требовать дополнительных каких-то бюджетных вливаний, да? Правильно. Как тогда они решаются? Все правильно. Я просто сомневаюсь, что есть такие проблемы, которые не требуют затрат финансовых. Городской акселератор нацелен на то, чтобы привлечь в одну команду именно представителей как раз-таки частной компании, и активных горожан, не только чиновников. Для того, чтобы именно был обмен разными мнениями. И зачастую опыт показывает, и вот мы внедряли это в Дубае и в Эмиратах на федеральном уровне, зачастую такие инновационные решения приходят от частных компаний или от активных горожан, где в целом решение вообще не требует дополнительных бюджетных средств. Ну, например, если брать те же самые колодцы, да? Мы этот вопрос не анализировали. Сейчас мы занимаемся общественным транспортом, занимаемся там КСК. Давайте по этим трем направлениям мы провели анализ, я готов поделиться некоторыми из них. Допустим, по КСК. Очень большое количество жалоб на работу КСК. Мы начали разбираться, в чем проблема. То есть есть ответственность Акимата города, есть ответственность КСК. КСК на самом деле это один из самых демократичных институтов в Казахстане. Это саморегулирующий институт, где председатель КСК выбирает кто? Жители. Снимают КСК, увольняют председателя КСК тоже жителей. Соответственно, согласно закону о жилищных отношениях, который меняется сейчас, с следующего года он будет в другом формате, все собственники квартир, это же кооперативы собственных квартир, имеют право требовать от председателя КСК, от сервисных компаний полной транспарентности. Куда уходят их деньги? За что они платят эти тарифы? То есть нет понимания ответственности, где заканчивается ответственность Акимата, где начинается ответственность КСК, а где ответственность самих жителей. Если у одного КСК, допустим, есть 10 домов по городу, которые они обслуживают, в которых они работают, как должны заводиться счета? Вопрос как раз таки именно в том, кто был избран общим собранием, председателем КСК. Вопрос профессионализации КСК. Для того, чтобы управлять целым домом, а иногда несколькими домами, нужен профессиональный уровень компетенции. Зачастую этого мы не наблюдаем у председателя КСК, зачастую это, может быть, пенсионеры, может быть, какие-то другие представители, у которых нет инженерных знаний, которые не могут правильно высчитать, допустим, нужно создать отдельный счет сберегательный для капитального ремонта. На каждый дом отдельный счет создается. Или же на вот эту организацию КСК у них один счет и распределяется на все дома. Согласно правилам, они должны создавать отдельный счет на каждый дом. На каждый дом. Конечно, потому что каждый дом имеет свои потребности в капитальном ремонте, свои потребности в текущем ремонте. И, соответственно, это ответственность и обязанность председателя КСК, во-первых, правильно создать сберегательный счет для капитального ремонта, отдельный счет для текущих операционных расходов. Есть специальные предложения, я не предлагаю никакие, но мы анализировали разные. И нужно смотивировать КСК и жителей, чтобы они перешли от WhatsApp к этим приложениям. Проблема в другом, чтобы приложения были немножко проще для использования, таким же простым, как WhatsApp. Здесь проблема еще в том, что многие жители не хотят платить. Не хотят платить тариф. Почему? Потому что они, возможно, не знают, за что они платят. Во-вторых, КСК, есть некоторые председатели КСК, которые очень большую работу делают, но этого не видно. Они должны правильно показывать, что огромная работа ведется. Но, в-третьих, жители должны понимать, что собственность во дворе и своя собственность, и подъезд, это все его собственность. Он не должен звонить Акимат. Акимат не должен решать ему эти вещи. Он должен разобраться со своим КСК. По общественному транспорту что вы предлагаете? По общественному транспорту, на самом деле, мы провели фокусное интервью с самими водителями. Что важно для пассажиров? Это, в первую очередь, безопасная поездка от точки А, то есть точка Б. Второе, конечно, это комфорт. Ну и в третье, конечно, это время ожидания. То есть понятно, что в минус 20, минус 30 ты не хотел бы ждать на остановке столько-то большое времени своего автобуса. Поэтому, первое, нужно правильно информировать население о том, насколько сложна работа и ответственность водителей. Второе, это навигация времени ожиданий. Через приложение Тугис и другие мы работаем над тем, чтобы люди онлайн смотрели, во сколько приезжает его автобус именно на эту остановку. На самом деле есть, но там проблемы с мобильной связью, мобильным оператором, что не всегда актуальна информация о том, когда твой автобус едет. Поэтому мы обновляем его. Ну и, конечно же, снижение трафика. Некоторые школы, 75-я, 76-я, сейчас 77-я, сейчас мы обсуждаем с ними вопрос о дифференцированном начале учебного времени. Чтобы утром пораньше, кто-то попозже начинал. А так, чтобы разгрузить город. Потому что пилоты сейчас обсуждаются для того, чтобы посмотреть, насколько мы можем разгрузить там Бангаликель и так далее. Ну и, конечно же, оптимизация движения. То есть выравниваем маршрутов и так далее. То есть для того, чтобы маршруты автобуса были более оптимальны для пассажиров. Третье направление – это санитарная очистка города. По санитарной очистке, в первую очередь, мы смотрим, что сейчас уборка снега. Актуальная проблема. Мы должны понимать, что нужны общегородские стандарты санитарной очистки. То есть это норма. Что такое хорошо почистил, что такое плохо почистил снег. Соответственно, мы сейчас обновляем новый стандарт, новые нормы санитарной очистки. Ну и, конечно же, это мониторинг именно самой очистки. Так, чтобы в каждом районе Сарарака, Байконур и так далее, уровень очистки дорог внутриквартальных и так далее, были на одинаковом уровне. Сколько на сегодняшний день вопросов вы уже решили проблем? Сейчас мы не стремимся за количеством. Проблема в том, что мы подготовим решение. Сейчас анализ подходит к завершению. Сейчас мы будем тестировать решение на пилотных домах, допустим. В каждом районе Акимата мы будем тестировать информационную кампанию, некоторые решения. Потом, если они докажут свою состоятельность, мы будем масштабировать на весь город. Поэтому главная сейчас задача правильно протестировать эти решения и дальше вовлекать население. Я бы хотел тоже обратиться к телезрителям, в принципе, вовлекаться в городской акселератор. Пусть приходят, участвуют мы открыты. Ну, я думаю, после того, как вы протестируете все свои пилотные проекты, будет у нас повод еще встретиться и поговорить уже конкретно о том, как это действует, работает. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Интервью». До встречи. «Интервью». 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 Продолжение следует...